Престольный праздник среди строительных конструкций. Самарский Вознесенский собор реставрируют к юбилею уникальный трехпрестольный храм в центре города, великой святыни для каждого верующего самарца. Здание в стиле русского классицизма было построено в 1847 году и долгое время именно этот собор был главным в городе. Из всех исторических храмов Самары Вознесенский собор самый древний. В 17-м году ему исполнится 170 лет. Под этими сводами был оглашен указ Священного Синода о создании Самарской епархии. Здесь же было освящено Самарское знамя, под которым сражались ополченцы в годы русско-турецкой войны. Сегодня трудно себе представить, что было время, когда эта святыня была приспособлена под складские помещения. И вот уже 23 года здесь снова совершается богослужение. Праздник Вознесения Господня, в честь которого освящен собор, всегда отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос взошел вместе с учениками на вершину горы, с которой вознесся на небо, тем самым показав каждому из своих последователей возможности бесконечного духовного совершенствования. И покуда существует это время и эта планета, Христос будет пребывать в нас, в церкви, а мы должны приобщаться через таинство, виктористик, к самому Христу, а значит и быть участником той великой славы и божественной правды, которую Он нам даровал. Крестный ход вокруг храма – традиция престольного праздника. Сегодня многие жители города пришли на богослужение с детьми, чтобы и новые поколения самарцев знали, что в городе есть такое место. То, что в нашем городе стоит такой прекрасный старинный храм – это очень важно для молодежи, для того, чтобы наша Россия поднималась. А если детки наши будут расти и крепнуть духовно, то значит и Россия будет стоять во веки веков. Олег Зверев, Григорий Пешаков. События.